Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. Сегодня мы с вами посеем капусту. Я приготовила два пластиковых ящика и на дно постелила газету. Эти ящики без отверстий. Я не хочу делать отверстия, поэтому на дно насыплю немного опилок. Но опилки в любом случае лучше немножко насыпать. В магазинах продается древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Если его замочить, через некоторое время получится вот такая масса. Огородникам на заметку. Это к вопросу о том, где взять опилки. На дно насыпаю опилки, чтобы они впитывали влагу. Обычная земля, из магазина. Если не лень, землю можно просеять. Ну, как бы даже ее лучше просеять. Если лень, можно не просеивать. Капуста культура достаточно холодостойкая. Поэтому, как только всходы появятся, их надо будет перенести в прохладу. Я, скорее всего, увезу просто в свою теплицу. Но есть вероятность того, что капусту съедят мыши. Для того, чтобы этого не произошло, делюсь таким лайфхаком. Если есть кошка, он находит, то кошачий туалет не выбрасывайте. В смысле, выбрасывайте в пакетик использованный. И отвезите посыпки по углам в вашей теплице. Такого запаха кошачьего там не будет. Оно проветрится достаточно быстро. И потом на свежем воздухе не будет такого запаха. Но мыши разбегутся. Я не знаю, откуда дачные мыши знают про кошек. Но этот метод работает. Запомнили ящички. Теперь мы их поливаем. Как правило, земля продается уже, ну такая, не сухая. Превращать в болото наши посевы не надо. Просто, чтобы была влажная почва. Можно так не заморачиваться. Можно просто полить. Небольшой струйкой из небольшой лейки. Так. Полили. Теперь нам надо размаркировать. Для этого берем линейку. Ну, вот эта линейка чуть-чуть не помещается. Поэтому будем делать вот так. На расстоянии 3 примерно сантиметра друг от друга делаем небольшие бороздки, углубления в почве. Да, заготавливайте школки и семян больше. Потому что вы понятия не имеете, что выживет, что не выживет, что взойдет, что не взойдет. Итак, сеем. Вот у меня есть номер 1-й полярный. Отличный сорт. Номер 1-й грибовский. 147. Номер 1-й полярный. К-206. Для севера отлично. И тот, и другой. Номер 1-й грибовский. Это мама, ну или папа. Номера 1-го полярного. Слава 13-05. Замечательный сорт. Подарок. У нас, наверное, будет ранний. Честно говоря, я не помню такой капусты. Капуста июньская, ранняя. Еще есть цветная. Цветная капуста, это хорошо. Вот июньский. У меня 2 июньской. Из разных магазинов. И я их посею в одну бороздку. Если вы какую-нибудь там научную работу делаете, так делать не надо. Потому что имеет значение, откуда вы получаете свои сорта. Ну, для меня это большого значения не имеет. Мне так, салатик. Июньская на борщ не очень годится. Она такая нежненькая. Салатик замечательный ее. А ее тут не хило. Ну, вот июнь. Даже, может быть, надо... О, тут много ее. Схожесть обычно у капусты хорошая. Я бы даже сказала, очень хорошая. Не забываем про этикетки. Я пишу июньская. То, что белокочанная, я не пишу. Я знаю, что это белокочанная. И ставлю стрелочку, в какую сторону будет идти сорт. Но, если вы начинающий огородник, не ленитесь подписать цветная или БК белокочанная. Посеяли. Теперь сбрызнули. Да, капусту лучше присыпать. Без фанатизма, просто сверху прикрыть землей. Накрываем пленкой. Мы не в теплице. Здесь жары нет. Ничего не сварится. Пленка будет предохранять от высыхания. Я попробую использовать вот эту вот пищевую пленку. Подняли пленочку. При необходимости сбрызнули. Опять накрыли. Один ящик готов. А сюда я посею цветную капусту. Вернее, уже посеяла. Сноубол наше все. Маратон. И зеленый сугроб. Еще я посею декоративную капусту. Декоративную Кай и Герда. Она очень красивая. Можно ли ее есть? Да, можно. С голодухи. Ну, то есть, если больше нечего, то можно. А так, нет. Она жесткая, невкусная. Она для красоты. Очень красиво смотрится. А еще я здесь посею монстра. Это пекинка. Почему монстра? Да, потому что у нее бешеная схожесть. Она будет там переть и переть, переть и переть. Также репса лавицкая, кстати. Вот совсем там схожесть 150%. Если не больше. Пекинку мы на семена. Можно ли получить таким образом семена со всех сортов? Можно. Только сорта нельзя. Почему? Да, потому что многие из них гибриды. То есть, вы получите каких-нибудь мам, пап, бабушек, дедушек. Возможно, совсем не урожайных и совсем с другими свойствами. Поэтому, прежде чем что-то выращивать на семена, убедитесь, что это все-таки сорт, а не гибрид. Особенно, если это гибрид первого поколения. Убедитесь, что это сорт. Но, вообще-то, честно говоря, дешевле просто купить пакетик. Они дешевые. Почему я заморачиваюсь с пекинкой? Да просто так. В посверии этой пекинки сколько угодно. Не реклама. Но вообще реклама. Итак, сегодня мы с вами посеяли капусту. О том, что с ней делать дальше, когда она взойдет, в следующий ролик. Ставьте пальцы вверх или вниз. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok